Всем привет! В этом видео вы узнаете, что такое бокал шале и при чем тут сиськи. Поехали! Согласно легенде, идея создания бокала шале реализовалась в конце 60-х годов 18 века, во времена восхождения на престол французской императрицы Марии Антуанетты. Говорят, что ее возлюбленный, дофин и будущий король Франции Людовик XVI, настолько восхищался красотой своей избранницы, что приказал сделать слепок ее груди и изготовить на его основе так называемое блюдце для шампанского, которое пользуется спросом и по сей день. Присутствие бокала в шале на столе создает особую праздничную атмосферу. Объем этих шикарных бокалов варьируется от 160 до 200 мл. Интересно, а каким же размером груди тогда обладала Мария Антуанетта? Может быть, кто-нибудь знает? Напишите об этом в комментариях. Основным предназначением бокала шале является подача игристых вин и различных сливочных коктейлей, которые позволяют им выглядеть поистине шикарно. Благодаря своей широкой и плоской форме верхушки, зачастую такие блюдца используют для построения всевозможных пирамид с шампанским на различных мероприятиях и свадьбах, которые только подчеркивают всю красоту и изящество искрящихся пузырьков. Однако данный бокал имеет и свои минусы. Пузырьки, которые являются необходимой частью игристого вина из-за большой площади соприкосновения напитка с воздухом, довольно быстро улетучиваются, что не позволяет наслаждаться вкусом шампанского длительное время. И именно поэтому зачастую игристое вино в настоящее время подают в несколько ином бокале. Но это уже другая история. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и чтобы не пропустить следующее видео, обязательно кликайте на колокольчик. На моих страницах в социальных сетях вы можете найти описание всех моментов, о которых говорится в этом видео и не переключайтесь. В следующем выпуске вы узнаете, что такое Джиггер и почему я называю его братским. А если вам будет интересно узнать, что такое бостонский шейкер и зачем он нужен, кликайте по ссылке на экране. Всем пока! Ваш шейк-хакер!